Здесь как раз маленькие города. Я представляю город Николаев. Это город, далеко от единственной лиги Украины. У нас население 500 тысяч человек. И у нас присутствуют где-то 4 компании, самые крупные IT-компании. Там еще есть парочку маленьких, но это из серии 2 PHP-разработчиков. Мы собрались дома, и мы компания. Мы смогли перейти на крупные компании, то есть это 50-50 человек. Вот. А то, как найти и удержать IT-шников в маленьком городе, на самом деле, если вы работаете в маленьком городе, вы сталкиваетесь, я думаю, и с поиском, с программами поиска, где их искать, и с удержанием. Потому что самое главное в маленьком городе, что большинство людей IT-шников комментируется на миграцию в более больших городах. Поэтому об этом поговорим. Я представлю себя с вами, Анастасия Кузнецова. Ну, где-то немножко о специфике маленького города. В принципе, в маленьком городе это как большая деревня. Ну, не знаю, у меня, например, в Николаеве это так и есть. То есть все это только знают через 2 рукопожатия. Максимум через 3. Это потолок. То есть ты узнаешь, как был человек. А IT-мир, он еще меньше. То есть ребята, когда приходят в компанию, они... О, забудут о собеседовании, просят про идти. И начинается привет-привет-привет. То есть там я стою и жду, пока они дойдут до кабинета нужного, пока они со всеми рукопожатиями поздороваются. Потому что все только знают. То есть все работали. Это, ну, как бы это очень большой плюс на самом деле маленького города. Вот. Минус маленького города это в том, что мы, к сожалению, не можем предоставить очень часто заказчику выборы из 10 кандидатов. И 10 это вообще, да, это просто роскошь. Потому что мы иногда и 2-3 даже не можем предоставить. У нас есть один кандидат. И когда мы ждем от него ответа по нашему офферу, мы нервничаем, наверное, не знаю, насколько сильно. У меня там есть замечательная картинка, которая, наверное, дух рекрутеров ждет отображать. Он ждет ответа по офферу. Вот. Поэтому у меня Белочка из детского периода. Просто я, когда ее видела, я поняла, что это рекрутер в маленьком городе. Целеустремленная личность, которая просто ищет постоянно орешек, то есть наших айтишников. А потом всему-сему старается удержать и спрятать посторонний глаз. То есть от других компаний, от других рекрутеров. То есть Белочка, она как будто просто отвечает то, что чувствую я, когда работаю максимально на городе. Немного расскажу о себе. Я работаю в компании Synthes Technologies Ukraine. Это украинно-южноафриканская компания. Она же давно находится в Хармисбурге. Амазы, золото, Африка. Поэтому мы разрабатываем для них программное обеспечение. Мы разрабатываем в индустрии развлечений, геологию. То есть очень много у них сфер. Они могут себе позволить содержать аутсорсинг-дв-офис в нашем воле, в Николаеве. По образованию я финансист, секундрация, цифра, математика. Но в 2008 году попала абсолютно случайно. Телефон звонок изменил мою жизнь. Попала в сферу айти. Обожаю проблемистов. Очень люблю эту сферу. Мне нравятся рекрутинги и HR-менеджмент. Поэтому этим и занимаюсь на данный момент. Также внутри компании провожу курсы для внутренних, для своих айтишников. Учу их разговоры на английском языке. Это очень большой плюс, потому что я очень хорошо знакомлюсь с ребятами и налаживаю отношения во время этих курсов. Минус по времени, плюс для моей работы, для HR-оскайп. И также еще я занимаюсь на катание, поэтому тащу ребят на каток зимой. Так что спортивный такой процесс. Со сиренами сидим, поэтому я их на бане на каток. Ну и естественно пожелаю. Учу их там какие-то интересные вещи. Так, чем поговорим. Мы рассмотрим с вами такой лайф-сайкл рекрутинга. Процесс рекрутинга. Мы рассмотрим один главный процесс пояс, общение, удержание персонала в маленьком городе. Рассмотрим все моменты, которые на каждом этапе встречаются. И также хочу еще в конце немножко поговорить о качествах HR-а. Это по моему личному опыту, что помогают мне, какие качества помогают работать, помогают успешно работать с программистами. Вот, то есть немножко тоже на них основывается. В принципе, кое-что будет перекликаться с большими городами. То есть кое-что будет одинаково и там, и там работать. Кое-что будет только специфично для маленького города, потому что, ну, как бы, большой... Там HR, наверное, чуть полегче живут, потому что много компаний. Вот, у нас несколько компаний, все ходят из одной в другую или сматываются в Киев. Вот, начнем с особенностей небольших городов. В принципе, вы все работаете, кроме Занкт-Петербурга, в небольших городах. Что скажете? Что такого особенного, может быть, поэтичника? Какие-то ваши наблюдения? А я сам из маленького города, то есть в Малинской, если что у меня там... Хорошо, тогда ты... Я могу участвовать. Если у вас выйти. Мне бы хотелось оказать. Все, скажите, именно в айти-сфере. Вот что-то такое особенное, с чем вы сталкиваетесь? Есть? Есть? Ой, череда, мча? Очень знаменитый. В Малинске, например, есть такая особенность, что всего два груза, которые готовят айтишники. Оба готовят фигово. Как и вижу. В больших городах хоть есть из этого числа хоть сколько-то процентов адекватных. Согласна, да. Вот, это первая проблема. Вторая проблема в нашем, опять же, городе, это то, что они даже уже стали айтишниками, ну, получили дипломы, они боятся быть айтишниками. То есть мало того, что они плохо подготовлены, они еще и трусливые все. То есть ты их уже зовешь и уговариваешь, они там упираются всячески, их не взять к себе. Интересно. Вот. Ну, это там наша особенность может быть. У меня товарищ руководитель отдела тестирования, ему каждый раз трудно набрать себе людей. То же самое в программировании, то же самое в все другие отделы. Он работает в крупной компании в Смоленске, то есть много общения. Вот. И еще, наверное, из проблем я бы сказал, какая-то еще была проблема. А, в малых городах, в отличие от крупных городов, очень редко студентами подрабатывают на какие-то там часы. Ну, малый процент студентов начинают работать, не знаю, по 2-3 часа в день, чтобы набираться опыта за небольшие деньги. Они там считают лучше работать чуть за большие деньги, там, условно говоря, в Макдональдсе, чем за символическую сумму, но уже вкладывая в будущее своего развития. Здесь в больших городах это может быть. Угу. Многое сомнение. Я, 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 я свой пример привел. На самом деле, очень интересно, не знаю, у нас в Украине координарно со студентами противоположно. Я работаю там, ну, может попозже про курсы, может, расскажу. Работаю со студентами, со второго курса мне приходят и говорят, я хочу работать. Я хочу работать, я ничего не знаю, но я хочу работать. То же самое. Я в составе. А, я в составе. Я уже в составе. Хочу. Наша региональная особенность. Да, ну, возможно, потому что какое-то какие-то различия, вот есть, потому что мы общались вчера, между Украиной и Россией. У нас, на самом деле, мало что маленький город, у нас в Украине очень тяжело найти. Вообще, в принципе, эти специалистов у нас такой напрямок жесткий. Вот здесь, в Петербурге, так не чувствуется как-то. Приехали уже больше, в стволе. Как-то, вот у нас, у нас, в Киеве очень тяжело найти специалистов. Там, рекрутеры за каждого специалиста чуть ли там не дерутся. Если это в Киеве, случайно сконтактировали с одним специалистом, там была драка среди рекрутеров, собственно, чьи это специалисты, кто за него как бы получит бонус. То есть, у нас очень, то есть, там нельзя, а, ну ладно, хорошо, выплой, я добрая душа, я ходу еще найду. Я там еще могу неделю-две потратить на его поле. Вот, то есть, у нас очень-очень такой жесткий рынок, и кандидаты просто, они убегают. То есть, там в четверг, например, высылаешь тестовое задание, он в одновременно в пять компаний еще процессится. В субботу он присылает ответ и говорит, сори, я не начинал, даже я уже букс-лот, у меня все устраивает. То есть, у нас очень надо быстро-быстро вот такой вот, это и в больших маленьких городах. У нас тут, к сожалению, заказчики наркотолога принимают решения. Вот, они привлеки немножко от этого всего. Что еще хочу сказать по особенностям аналогов. В маленьком городе мало IT-компаний. Четыре, это классно, есть, да, вот, пример. Ну, у нас четыре компании. Соответственно, когда мы предлагаем IT-шникам применять работу, прийти к нам в компанию, они понимают свои риски, они у них выше, чем в большом городе, потому что они понимают, что если вдруг что-то не так, что-то не устроено, не понравится команда, не понравится проект, им, если они уже работают в предыдущих компаниях, им просто некуда будет дальше идти. То есть, либо все бросать и ехать в большой город. Не все хотят ехать. Кто-то хочет жить там в маленьком городе, все устраивает, 15 лет на маршрут, еду на работе, а не полтора часа, я еду в Питере до этого центра. Вот, то есть, как бы, и они большие риски свои закладывают зарплату. Соответственно, они уже свои зарплатные ожидания говорят выше еще, чем, может быть, как бы они бы стоили, ну, как бы даже при переходе, там, естественно, с большей зарплатой. Вот, это тоже очень важный момент. Если рядом есть крупные города, они не всегда, то недремлющая угроза переманивания. Всегда репортеры из более больших родов, они ориентируются на маленькие, они знают, что им предложат больше зарплаты, может быть, какие-то более крутые там соцпакет, офис, все эти шняшки. И всегда будут угрозы переманивания, всегда, когда работают у вас сотрудники, вы узнаете, что в любом моменте они могут уехать. И мы можем позже об этом поговорить, поговорим о оценке договора. Плата поиски работы, схема, актуальна, как бы, ну, вообще, председательность, да, потому что они ищут наборы, там, друзья знакомые, потом официальные сайты компании, что видим, что у них там есть вакансия открытая, и уже потом размещаем резюме в интернете. В маленьком городе, по моей практике, пункт А, практически на этом мы и останавливаемся. Друзья знакомые, вы быстро, если хочу поменять работу, я этичник, я быстро поспрашиваю, по своим друзьям знакомым узнал о проекте, а как у вас там график работы, а какой у вас менеджмент, а что у вас за зарплаты. И, как бы, я делаю вывод, хочу, я вам не хочу, я могу даже быстро своему программисту кинуть резюме, он перештет Эйчару, но если мне что-то не устроило, то Эйчару это резюме уже не дойдет, это будет другую компанию. И вот на вакции А практически все время все останавливаются. То есть, бывает, ну, счастливый Эйчар, когда видит классный резюме, который там синяя какого-то, оно обычно анонимно, потому что программисты понимают, что все Эйчары мониторят сайты работы, и они анонимно размещаются, поэтому, ну, как бы, все равно, если это ты не Эйчар, то Эйчар работает, то тебе ответят. Вот, ну, вот, как бы, вот, именно первый пункт, он, на самом деле, то есть у Эйчара, это как бы проблема уже нетворкинга будет, сейчас очень похоже, что Эйчар у Друзья знакомые с этим надо работать, потому что просто так перейти, там, открыть сайт работы, мы не найдем специалистов. Вопрос. Да. А у вас сайты местные какие-то, или вы пользуетесь какими-то общей... У нас общий украинский по сайтам, я сейчас переведу следующие слайды, общий украинский, они, как бы, там, все города. Я знаю, в России популярным, скорее, самый Headhunter, самый популярный сайт, у нас, к сожалению, не популярен, есть украинская ту же версия, у нас свои два местные есть, которые между собой конкурируют, и вот на этих двух сайтах, в принципе, все эти шниги и размещаются. Вот. Ну, больших городов, там чуть-чуть полегче, хотя тоже там сеньоров, ну, с одним не ищешь. Так, по антворке, начнем с первого этапа. Значит, маленький город, мало людей в профессиональных сетях, по своему опыту. Я когда начала работать в маленьком городе, в компании Synthes Technologies, я, у нас на тот момент было около 40 человек, я была удивлена, больше половины наших ребят не было ни в одной профессиональной сети, ни в моем круге, ни в ты, их вообще-то не было. Слава Богу. То есть... А то я оттуда сразу забываю. Вот, их не было. И в социальных сетях, там, ВКонтакт, Фейсбук, были ребята, но без указания должности компании. То есть, если бы я была внешним рекрутером, который пришел там, мне это было, например, я в Киеве работаю, мне это было один человек в Николаеве, я бы не нашла. Это просто было бы, ну, мега сложно, потому что я открываю интернет, а в интернете никого нет. Ну, там пять человек, там, выдаст мой круг, да? Ну, как бы, это очень такой важный момент, поэтому нетворкность строится на, как бы, других вещах. Конечно же, в любом случае, мы начинаем с линкдина, ну, как я так делаю, да, начинаем с линкдина моего друга. А мой круг там все просто. Там русский язык, там я загружаю город, все четенько, как говорят полинаминалисты, и мне это дают все, кто есть на моей круге в линкдине. У нас, вот сейчас, три языка, тут, как бы, свои особенности. У нас русский, украинский и английский. И программисты запланируют на всех трех программистов. То есть, такой челлендж для HR, для рекручера, найти этого человека. А плюс... Что там? Что там? Что там надо ты сказать? Да. А немножко у нас литерация, соответственно, там получается, ну, просто, наверное, невероятная трех операция. Поэтому длингдиня. Конечно же, я шарюсь по контактам своих собственных разработчиков, сотрудников, да, ребят. То есть, я смотрю, я контактирую с ними, а кто это, а кто это, расскажу мне об этом. И таким образом я узнаю, кто еще у них есть, что они всех хорошо знают. Они мне рассказывают, я понимаю, кто мне интересен. И если я добавляюсь, я ссылаюсь на этого человека обязательно, потому что тоже не всегда охотно добавляют. Также я ищу по вузам. Потому что эти шники не немцы. Они не всегда заполняют, что они PHP-девелоперы. Он уже не просто девелопером, а где-то у него там потом внизу будет скиллс, указано, что он PHP. Но в линкдин не всегда выдает этот поиск. Поэтому я ищу по университетам. Там у нас два университета, которые готовят программистов. Я по ним ищу и смотрю, в каких компаниях. У нас, честно, у нас пониклала очень университет. И они очень часто настолько профайл скупают. Серега какая-то компания, я девелопер, девелопер чего, не совсем понятно. То есть приходится рекрутеру настолько ворачивать мост, чтобы именно выйти на этого человека. Еще использую фрилансы в ланс. Если фрилансы в российской, у нас, когда я ищу как-то в Киеве, это наша нормальная кофляция в Киеве, я вообще не использую эти два сайта. Фрилансерские. В маленьком городе я их охватываю. Потому что у нас есть примеры, когда я фриланска приглашала к нам на фунтайм. Соскучились они так вот за жизнепонуси. Вот просто как бы соскучились за коллективом. Хотя активно не искали работы. И только на этих сайтах можно было найти, общаясь с ними. И плюс тут немножко легче. Регистрируюсь как компания и сразу мне показываются все контакты. Потому что на LinkedIn, возможно, они подтвердят вообще, как они зайдут на эту свою почту. И, по-прежнему, здесь все гораздо быстрее. Плюс, если есть какой-то краткосрочный проект, то это тоже очень важно. В базе, когда вам нужно спокойно приобрести фрилансы. Но главное, что есть успешная практика, когда они проходят офис на фунтайм. Поэтому отсюда, как бы, тоже такая очень база. И если сравнить LinkedIn и фриланс, тогда фриланс, у меня даже базы будет больше. Потому что они с ними, ну, как бы, они не пересекаются, скажем так. То есть там мы здесь материалисты, здесь другие. И это классно, когда охватываем всех. Так. Ну, собственно, типа, сказали. Это Facebook, где мы очень благодарны. Он очень полезен, благодаря с ним. Просто захожу, и у меня будет потенциал. Дамы, как вы их знаете. Я смотрю, у нас есть общие друзья. Я, это, там, знакомые программистили, спрашиваю. И очень часто это нужный человек. Я так находила несколько человек, которые вообще не было указано ни на компанию, они работают, ни какая должность. Но ссылаясь на общих нагонок, как бы я узнавала, что это программисты, предлагала им работу. Плюс очень классно выручали в соцсети, в контакте особенно, поиск по компании. Там классно, в общем, и компания очень классная. То есть тоже да. Вот они все, они, что они, они, они начинают искать. В каждом что свое. И вот, как бы, так как у меня особо негде искать, я искажу, я думаю, все, что можно. Из каждого сайта поиска. Так, еще добавить, я вот, вконтакте, да, лично я, я тоже, все практически, знают, еще по группам, ну, всякие группы, возможно, невозможно, я, так как, я вижу, я, 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 делаю выборку, какую-то рисующую группу. Так тоже есть по городу? Да, отличная. То есть это тоже очень действует, я тут и всем человеком, что интересно. Ну, часть, если на школе. Пока я вот сейчас вам, для рекрутеров. Да, классно, тоже еще по группам. По сайту работы, вот это наши два основные сайта, украинские, и, ну, классно, с жанрами, различаем вакансию, смотрим на отклики, очень мало откликов приходит, честно говоря, поэтому у меня работают поисковые агенты, там несколько раз в неделю я получаю просто резюме, который все добавляются на эти сайты по моему городу, то есть он еще у меня ищет по соседним городам, по близлежащим. И я этих ребят обычно смотрю, если очень классный кандидат не ездит по вакансии, я сразу вам предлагаю, если нет вакансии, я сохраняю его контакт в базу. И резюме, ну, то, которое он вывесил, потому что айтищники потом удаляют резюме, и потом я уже могу не выйти на этого человека, то есть тоже такая вот очень важная работа, чтобы она оставалась, она оставалась в базе данных. Классно, значит, работают личные знакомства. Чем больше людей не из айти сферы знает, что вы идти рекрутеровать как бы в аутсорсинге в какой-либо другой компании, тем лучше. У меня так было три рекомендации, вообще людей не из айти сферы, они последствия обалденных программистов у нас, Николая, в Харькове и в Киеве. Вот просто это наши ребята, которые поехали в Харькове, в Киеве, то есть чем больше круг не скрываем, что вы идти рекрутер, это очень классно, потому что когда у кого-то есть знакомая-знакомая, кто-то работает, ага, программист, а вот я здесь у меня знакомая, то есть это очень даже очень хороший позор. ну класс, важно там из общества клуба IT, если идти в городе и компания поддерживает, это шикарно. У нас раньше была компания, которая поддерживала такой этишный клуб, это было очень хорошо, потому что рекрутер компании чувствовался замечательно. В соседнем городе есть у нас тоже Java, то есть была бы сейчас в Елене, Java News Group, тоже, там компания вот это все поддерживала, это очень хорошо, на базе этой компании, все этишники знали, как бы свои такие, ну главное, чтобы человек, который это будет поддерживать. Так, где еще, 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 еще по другим городам, еще своих ребят, то есть Николаевских, которые уехали туда, переехали жить, работать. Это очень важно, потому что возможно, они потом захотят вернуться. Кого-то не устраивает большой город, кто-то очень мечтает о большом городе, но приезжает туда, понимает, что это просто не любит. У кого-то остается семья, здесь там родители, и они тоже могут вернуться. Поэтому я с этими ребятами поддерживаю связь, они знают обо мне, о моей компании, и, соответственно, периодически я их спрашиваю, хотите вернуться в Николая. Естественно, как бы, уже на зарплату там сами смотрят, как лучше предложить. Но вот это такой очень важный момент, что мониторю постоянно по Facebook, по LinkedIn, по моему кругу всех наших ребят, кто уехал. А, и, кстати, это все, открываемся в другом городе. У нас, мы открывали когда-то в Киеве, сначала всем, кому предлагали, это нашим ребятам, которые уехали в Киев. Это было очень классно, потому что даже из нашей компании, которые переехали, например, год назад, я с ними общалась, это просто потрясающе. Общение очень быстро строится, они понимают, чем вещи. То есть мы знаем, что ребята уехали, например, за большую зарплату. Мы предлагаем, естественно, киевские уже зарплаты в Киеве, поэтому это очень, тоже очень хорошо. То есть мы общались с ребятами и данные, которые предлагаются нашим. Также мониторю по соседним городам, предстоящим, например, в моем случае это Херсон, это небольшой город, рядом с нами, минут 300 тысяч человек, там тоже есть IT-компании. Мониторю, у нас получается разница в зарплатах, поэтому это очень удобно делать, потому что ребята рассматривают переезд. Не во всех случаях, но есть ребята, которые готовы ехать, часто у нас добираться между городами, и они готовы, даже стиль не перевозили к нам в Николаев и у нас такая релокация была. Причем, я не обязательно им предлагаю трансовые проекты, я иногда просто анонборгуюсь, то есть у меня когда есть время, там замечательно, просто рассказывают, кто мы, так что не нужно налаживать контакт. То есть не просто добавить и забыть, а рассказать вообще, зачем я это сделала. Плюс у нас еще что работает? Синяя страна, Молдова, Россия. Например, из России у нас был мальчик Стул, который очень хотел переехать на юг Украины, просто сказать, что он не к нам поехал в Одессу, но в любом случае он переехал, и не шла, человек уже на юге, недалеко от моря. То есть тоже по России немножко мониторий, из Молдовы, из Кишинева очень много ребят приезжает к нам на юг, в частности в Одессе очень много работают, они хотят туда побежать, там печалька. То есть они хотят переехать как-то либо совсем запомнить, либо поблизости, если родственники. То есть тоже вот там. А как законы Украины вообще, насколько это трудно оформить мудаланку России? Оформляют, там есть какое-то разрешение на работу. То есть это не сложно или сложно? У нас в России это на уровне лучше отказать, даже если у нас нет людей, чем, например, это не очень сложно. Я, честно говоря, не касаюсь к этой связи и так далее, но, наверное, не очень сложно, потому что очень много ребят из Кучинева работают, из Молдовы. Вот поэтому из России у нас очень много работают, тоже там в Киеве. Поэтому, в принципе, оформляют. Ну, не то, что это массово, но это решаемо, абсолютно. Да. А, еще что-то рассказать о стильных городах. Тут какие-то плюсы. Мы рассчитываем свою базу, то есть нам есть больше людей, которые мы можем предложить в нашу прокачу, в наши проекты. Но, без минуса, когда мы собеседуем, очень часто, ребята не могут приехать, вырваться к нам, там, в рабочий день или что-то еще. То есть мы собеседуем по скайпу, свои нюансы, потому что мы полностью, это личная встреча, поэтому все-таки, как бы, мы только на финальной встрече можем встретиться. то есть, как бы, тут есть свои, конечно, минусы. И еще момент, если переезжать из небольшого города, есть очень большой риск, чтобы они попали дальше. У нас мы работаем, приобретем опыт, позовут в Киев, полим в Киев. То есть тоже такой момент. На перспективу, что делаем мы? Наша компания разрабатывала Java, поэтому для нас это ключевая технология. У нас Java программистов в Крым, в нем сомневаюсь, если не слышишь Николая тебе так и подарок, так и вообще, их там раз, два, три, мы все знаем по именам, кто где работает, у кого какая жизнь и судьба. Вот, то есть, поэтому у нас все компании города организовывают просто под Java. Работают со студентами в основном. У нас у каждой компании свой подклад. Кто так предлагает? 15.30 до 00.00, 8 часов, вот там, в течение месяца или двух, изучать Java, делают участие сельские задания. То есть, у них такой формат. У каких-то компаний сразу берут 3-4 человека и документы от их сразу учат и потом берут на работу. А мы отличаемся. Мы берем на весь учебный год с октября по июнь месяц. Мы проводим курсы три раза в неделю после работы и подходят студентам и программистам. То есть, мы окатываем несколько больше круг, потому что программисты не пойдут в техническую работе. Какие-то переквалифицированы, например, переквалифицированы, переквалифицированы, например, переквалифицированы, которые успешно проходили курсы и поступали к нам на работу потом. Поэтому мы проводим в течение всего года и, конечно, очень важно, кто преподает. Это личная встреча. Мы на базе института это делаем, на попросе, не у нас компания рядышком на базе института. Это личная встреча. То есть, лектор, он рассказывает у нас три раза в неделю курсы, один раз в талекции, потом два раз фактические задания. У нас очень тщательно мы отбираем на курсы. У нас проходит и чар собеседование и техническое. То есть, мы пытаемся быть талантливыми, не аж. в какой-то человек в группе? В группе у нас в начале в прошлом году было 24 человека, дожили 12. То есть, ровно половина не выдерживает просто интенсивность программы. Ну, Java Enterprise мы сначала SE разбираем, потом уже EE. Вот, честно говоря, не выдерживают. Но, многих мы еще сразу тянем к нам на вакансии в течение года. Какие-то дженерские позиции мы их сразу, мы их уже лично знаем. Вот это у нас большой плюс курсов, потому что мы знаем, кто как работает, кто на что способен. Мы с ними просто можем познакомиться. в этот момент. И мы их как бы сразу к себе берем. И талантливые студенты, и вот программисты, а талантливые студенты, как бы, плюс в том, что, в основном, можно найти очень гениальных ребят, которые просто, ну, которые горят в глазах, которые готовы изучать, которые вот еще не перегорели. И они с удовольствием все изучают, они не тратят время, бешеное время. Дальше с отдельно это тратило бумажное задание на наших курсах. Вот. И мы их потом берем на работу. Минус в том, что все равно мы не можем последствий сразу запускать, вот делай этот проект, нужен элемент какой-то. То есть это как бы мы привлекаем другого нашего человека из этого проекта, который, как бы, общается. А, спасибо. А программисты, которые вот другие технологии знают, другие языки программирования, очень большой плюс, у них уже очень хорошая ОФБ, и им намного легче изучить. Но единственное, если они на Java попадут, то, как бы, минус в том, что мы им не можем подложить сразу высокую зарплату. То есть это, как бы, уже внутренняя мотивация людей, что они понимают эту перспективу. Java-разработчик может быть хорошо. Ребята, вот просто они это знают. Они знают эту перспективу, что потом, через год, через два, они будут отличным Java-разработчиком. И я зерюкли. Правда. Тут уже содержание, да, с нашей стороны, конечно же. Вот. Так вот, про наши курсы. Рекомендация. Здесь бонусы пересекаются с большими городами. Мы вчера обсуждали вопрос, уже касались про бонусы за рекомендации. То есть, в каких компаниях здесь есть бонусы, кто платит за это? Это все из них дома? Нет, 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 меньше половины. Меньше половины платят бонусы, и я очень рада. Потому что у нас тоже... Я просто плачусь. Тоже, мы не платим бонусы, мы строим полностью на доверительных отношениях. Ну, у нас компания, как бы, мы не так платим. Бонусы у меня что-то устроены? Ты хорошая, Настя замечательная. Вот так вот. Ну, еще больше, больше половины тоже не платят. Но я пришла по-русски. Вот, то есть, как бы, я строю отношения полностью, доверительные отношения с кандидатами и с своими сотрудниками. Ну, с сотрудниками, какие есть нюансы? Сотрудники очень часто знают, когда классно в компании, хотят своих друзей привлечь. Друзья не всегда нам подходят и классные. То есть, как бы я его не рекомендовал такую супер-супер, все равно друг может оказаться просто хорошим другом очень. Вот, то есть, очень такая, как бы, здесь надо очень, как бы, нежно общаться и с сотрудником, который я рекомендовал, чтобы он не обиделся, и с кандидатом, которого порекомендовали, потому что, так как у вас два сотрудника, он уже надеется очень сильно, и с потенциальными кандидатами. Но, какой здесь есть момент? Потенциальные кандидаты, я вот тоже там общаюсь, они тоже рекомендуют, как бы, если даже самим не заинтересованы. Есть нюансы, вот на этой картинке. Вот здесь рекомендация с прежнего места работы. Да, мне там порекомендовали поискать другую работу. Я сталкивалась несколько раз с тем, что, как бы, кандидат рекомендует другого кандидата, может быть, даже из своей команды, из своего отдела. Чисто потому, что он хочет уже от него избавиться, у него проходит плохой перфоманс, или он, как человек, там, немного неадекват, но как-то, может, аферистично относится к проекту. И они рекомендуют другой компании. Здесь все плюсы. Кандидаты, когда переходят в новую позицию, больше зарплаты получают, а компания избавляется от такого сотрудника, которого уже давно хочется избавиться. То есть, вот с оздоровами, очень, ну, в маленьком городе здесь очень большое преимущество. Ты можешь маленькое ведро программистить, ты можешь очень быстро узнать правду. Да, да, то есть, пообщавшись с несколькими ребятами, ты видишь на людей, которые знают этого человека. Вот, это заименация. Так, согласись с потенциальными кандидатами, когда просто, ну, кто-то пишет сотрудников, есть такой кандидат, может, он нам подойдет. Это очень классно, то есть, просто налаживаемые связи. То есть, полностью перекликается с большим городом. Синевые архитекторы обычно очень тяжело менять работу, потому что для них очень важна стабильность и уверенность в датушных дней, уверенность в проекте. И очень классно, когда есть кто-то, кто может порекомендовать нас как компанию, этому человеку, то есть, рассказать о нас. Это очень классно. Если есть такая возможность, пусть рекомендует, пусть разговорит. Тогда им легче принять решение. Это вот, такая, скорое наблюдение по усилиям и архитектам. Местные представления будет по примерам по нашим компаниям Николаеве с какими проблемами компаниями сталкивалась. Например, в данном случае школьная обсорсинговая компания где-то лет пять назад вышла на наш рынок. У них обалденный офис по всем стандартам, как в других городах Украины, у них четырех городах Украины. Ну, те плюшки в офисе там, ну, все есть, все то, что только можно, нельзя там наказать оборудоваться на все, что хочешь. Но, в счет того, что у них был плохо исследованный региональный рынок, они, у них безумно большая тюрочка карты. Они тут выросли, набрали вот так, там, 50 человек, и больше не растут. От них уходят ребята, очень большой поток. Изначально здесь была ошибка, они поставили ниже зарплаты, ну, они как бы обратились, что после Киева они нашли такие зарплаты хорошие. Но, когда пропустили момент поднятия зарплат по городу, и за счет зарплаты они потеряли сотрудников. Плюс, у них они сами открыли коридор еще в Киеве, у них есть обслуживание в Киеве, и они разрешили сотрудникам туда ехать, работать, никто не возвращался. То есть, они перехали в ту компанию, там, через месяц, через два уходили. То есть, это тоже тот момент, который, это просто пример нашего, это не наша компания, но в моем случае прибыль этого и существует. После того, как у нас найден наш кандидат потенциальный на LinkedIn, у нас, просто, какая есть фишка, у нас, ну, в среднем, там, мидлор-работчик получает 15-20 предложений дружить от рекордеров на LinkedIn. Дружить, да, дружба навсегда. Поэтому у нас кандидаты очень, ну, неохотно добавляют в принципе рекручеров к друзьям. Они их просто игнорят. То есть, и даже иногда пишут там на нашем девайверском сайте украинском, типа, я проигнорю столько-то, я крутой чувак, короче, рекручер. Поэтому у нас просто так не добавляют. И есть стандартные, скажем так, то, что предлагает вам тот же LinkedIn, пожалуйста, добавляйтесь к сети моих профессиональных контактов. Без денег не будет нижего. Ну, у нас-то не работает. Не знаю, по России, как по Белоруссии. Работает ли веберейшн? Да. Работает, когда просто стандартные? То есть, веберейшн, либо в Skype добавляют? Работает. Работает, да? Минск. Но... Минск. Реально это бывает. Иногда там просто люди, которых вы можете знать. Блин, что-то знакомое. Ай, ладно. И я в таких случаях даже не смотрю профили, просто добавляю. Все они добавляют. Можно составить два-три полустандартных письма, условно говоря, которые лежат на рабочем столе в файлике. Три стандартных письма, он называется, и втыкать их на все случаи жизни. Вот. Или же вопрос... Я не соглашу, что делать, рассказывать. Я добавляю тоже стандартные письма. Многие. О, как у вас значит. Все, ребята, мы ловим. Переезжаем. Ребята, Россия, Катеринский из Украины. Я тебе херен. Вам тут легче будет. Потому что у нас, я вам честно говорю, когда я там общаюсь с Нинданом, у меня за неделю пришло два-стандартных приложения. У меня тогда есть время, я разбираю, а как-то нет. Ну, естественно, я просто игнорю все. То есть, я раньше тоже добавляла себе, просто добавляйтесь, и что такое. Ну, на самом деле, первое письмо, от того, что я напишу, зависит, у меня их пять человек, да, те, кто вы работаете в Николаеве. Если меня никто не добавит, то я не знаю, что тут говорить заказчику, если честно. Поэтому, и раньше, про несколько данных предложений, например, я с вами коммуникацион, могла написать еще в серии. Приваривайся и добрый день. Я играю сейчас в менеджер-компании Синтезитнологиус. Наш шокус находится в Николаеве. Сейчас у нас срочная группа «Хрёя, ты ее думаешь?». Я, на самом деле, говорю, «Я предусматриваю». «Скажите, вам интересно данные предложения?». Ну, честно, когда я сейчас смотрю, конечно, то, что я писала, ну, я бы, наверное, не сильно бы отозвалась, если не есть разработчика. То есть, это очень, ну, если, знаете, как бы выдаем сразу, что мне надо. Но не спрашиваем, кто человек, вот так уже. То есть, да. И в какой-то момент я поняла, что это не работает. Я консекутировалась с Викторией, придавка. Я общалась с Вилей и как бы сейчас я пишу вот такие письма. То есть, мы как бы очень-очень личные и вот то, что действительно как бы вызывает какие-то эмоции, и я вижу профейл человека, все равно вызывает эмоцию. Ну, например, «Добрый день, попросил вам замечательный профейл рекомендации коллег. Скажите, пожалуйста, можно ли с вами пообщаться насчет кризисции «Геймдизайнер»?» То есть, действительно, меня впечатлил профейл. Я увидела, ну, офигенные рекомендации были. Очень, ну, такой опыт работы. Человек в тот же день, там, через час подтвердил, мы с ним пообщались, то есть, ему не было интересно, но в любом случае он сразу же подтвердил и мы начали общаться дальше. То есть, вот, очень, как бы, очень важно вот эмоциональность, вот тут здесь эмоциональность больше, здесь она меня впечатлила, я туда писала. И очень важна логика, вот я помню, я в Вика говорила с программистов, четкая, есть то-то, это вытекает из этого и это из этого. И из этого. Да, у них вот четко, это не женская логика, вот в нашей инструкции, у них есть четкая стандарт, то есть, если то-то, то будет то-то. Поэтому, я сейчас пишу, вот так вот, когда добавляюсь, здравствуйте, меня зовут Анастасия, я там, тот-то-то, тот-то, то-то, я интерменеджер, какой-то онлайн, у вас большой опыт iOS-розавод, и, возможно, сможем быть другим полезным в дальнейшем и объясняют, для чего мы будем полезным. Буду рада расследить возможный проект, когда для вас это будет актуально. Добавите меня, из маленьких другой, ребята добавляют. И, причем, иногда сразу, даже, я вообще ничего не писала, у меня вакансий, ничего, сразу пишут, ой, да, или что есть, или, ой, вы знаете, что-то неинтересно, но, я готов общаться, но через три месяца, например, у меня заканчивается проект. То есть, вот, уходим от сконтактов, мы, у нас сконтакты перестали работать еще очень давно, поэтому нам приходится как бы креативить, и, как бы, я знаю, какие другие письма приходят ребятам, это отличает. Вот эти письма, эти invitation, они отличают от других рекрутеров. Поэтому ребят их добавляют, и они как-то вот ставят, ну, рекрутеров очень много, и классные фотографии у всех, они все такие, ну, все супер. Поэтому, вот, письмами, после того, как... Алиса, еще спрашивали, что я тебе пишу, что 4-3 письма, вот это, что вы сказали, ты не знал, не знал, не знал, не знал, не знал, не знал. Да, и, ну, на самом деле, это после вакансии, предложение сна, очень, как бы, ну, очень классно, когда есть отзыв, они видят, что ты написал, не какой-то стандарт, а кто припаст сделал, и они его в таком духе тоже стараются ответить, даже если извиняются, они не тибежливы, и это очень приятно. А, негативно. Да. И вот, после этого меня подтверждают кандидаты, то есть я понимаю, что у меня есть теперь имейл кандидата, я теперь знаю, кто ты такой, а теперь мне можно предложить ему вакансии, то есть у меня потенциально это не такая, если примен такой хвоззак, у меня там подтвердили, ну, теперь предлагаю вакансию, по вакансиям, тоже, предложение вакансии, тоже использую опыт вики-придатка, потому что, ну, потому что мгод, на самом деле, поэтому не использую. Когда предлагаю вакансию, я сразу высылаю максимум информации, То есть я пишу о проекте, чтобы человек сразу понимал. То есть не просто, если у нас есть системная ржава, не было как-то вакансия какая-то там. Я сама, если честно, может быть, вам даже не расскажу, что это за проект. Я особо вникала, типа, зачем мне это надо. Сейчас я вникаю, я знаю четко о проекте, я могу его описать и в письменном, и рассказать. То есть я четко знаю, над чем работать, какие надо будет задачи выполнять, о чем вообще проект. Я сразу пишу зарплату. Человек видел, на какие зарплатные рамки он может претендовать. Потому что очень многие спрашивают, какие ваши зарплатные ожидания, и кандидат уже просто улыбается. По офису, в небольшом городе очень классно. Это не Москва, поэтому, даже не Петербург, то есть у нас все в центре, все 15 минут на маршрутке. Ну, очень удобно набираться, практически все компании находятся кроме одной в центре. Та, которая находится не в центре, это их такой фейл, потому что реально, как бы, если будут выбирать кандидата, они будут в центре. И вот по расположению офиса в маленьких городах это такое очень большое преимущество. Потому что этот большой город не поедет с юга на север или там на северо-восток. И, конечно же, ориентируясь в вакансии на конкретного человека. У нас, во-первых, мы заранее уже знаем, что это за человек, что он из себя представляет, его цель, его пожелание. Либо предварительно с ним уже помещавшись, либо нам рассказывают ребята. То есть я, если, ну, эти мир настолько маленький, что есть возможность узнать предварительно об этом человеке. Поэтому, если я знаю, что человеку, ну, вообще не прикольно, и быстрее развлечения у нас там в Java вакансиях, то я им даже уже не предлагаю. Потому что, ну, смысл, как бы, тратить его время и мое. Вот, то есть это очень просто, что цель-то реально можно узнать и так очень направленно, четко, вот, обратиться к этому человеку. Их мало, но вот эта вот четкость, она срабатывает, когда мы... Она вызывает уважение. Да. То есть им приятно. Вот. Так, по обратной связи. На самом деле это абсолютно перекликается с большим городом, конечно же, здесь по обратной связи. Но что очень важно, то есть, ну, как я бы все-все-все прочитали, да? Здесь у нее есть кафе, она говорит, я надеюсь, вам не нравится, думаешь, у нее позвонить, может быть, слишком, как стильно, нам сразу стырно вела себя. Она говорит, расслабься, если ты хочешь, я хочу, я хочу позвонить. Вот. Значит, обязательно я держу кандидатов в курсе промежуточных статусов по вакансии. Потому что кандидат, зачастую, если ищет кого-то, даже в нашем городе, он сразу в несколько компаний идет. И очень важно, во-первых, мне понимать, как у него дела, где он сейчас получил, где он открыли, нет, это очень важно. Плюс я его мониторю, то есть я ему говорю, смотрите, у нас кто-то тот, как заказчик рассматривает, вы просто тестовое задание, там, да, да, да. То есть вот этот промежуточный статус, им очень понятно, сколько вы кандидатов в процессе, 10 человек, ну, неважно. Надо на это время всех позвонить, потому что каждый человек думал, что он один. Ну, как бы я тоже так все думаю, да, то есть поэтому промежуточный статус. Потому что если кандидат сам отказывается, то до нашего офиса, то есть было так, что после собеседования, при выполнении тестовое задание, ребята отказывались. Как бы было у меня такое сильное желание, непродолимая серия, написал это письмо и не буду выполнять ваше тестовое задание после собеседования. Конечно, блин, думаешь, уже какой ты, ну, столько времени потратили, у нас больше особо никого дома нет, еще тут, например, 2 человека, но они поменьше опыта, чем у тебя. Можно, как бы, в принципе, написать, ну, ладно, спасибо за ответ и пойти дальше. Но, как бы, я очень стараюсь звонить и узнавать, потому что, во-первых, очень много можно узнать, что-то, может, было не так, что-то технически специализировано с собеседованием, что-то не понравилось, может, ему на шоусь не понравилось, это тоже очень важно, как бы, для нас, этот вид какой-то, может, ему личность этого, именно тем лидера на этом проекте не понравилась, может, он не пересекался где-то до этого, вот, попытаться это выяснить. И мне даже когда-то говорили, я тут подумал, у меня у нас что-то из-за задания, я хочу вообще перекомплифицироваться, это дело на андроид. Ну, конечно, я думаю, молодец, но на самом деле, будущее... В смысле, она представляет, как я, ну, что жаловный кодик. И можно потом, в будущем, через годик, к нему уже обратиться с андроид-позициями, то есть это очень классно, как бы, это же манглой. Если, оказываю, манглой, то тоже, а раньше я писала письма, очень скучно. Как бы, как просто... Я не убираю. Дальше, когда мы все равно, я здесь, там, по-моему, без оказания причины. Сейчас я звоню, и вот это вот вчера Вика об этом говорила про эмоциональность. Это так классно, когда вот человек, он не так расслабляется, когда ему лично звонят, объясняют, я ему объясняю причину, что и что не так. И вот, как бы, вот лично звонок, очень много это значит. Вот люди прям, как-то так вот, они реагируют, и у них такое очень радостное чувство в конце, что вы в данном будущем будете сотрудничать. Вот через звонить мне. Вот это очень, очень классно. Я же, я проводя такой-такой вариант, и вот звонки с причиной работают лучше всего. И впечатления компании, конечно же, если вдруг заблака, забывчивость, там, с чьей-то, так сказать, не забываем, дать обратную связь. У меня такое, было, к сожалению, неиспоятно, там, какой-то опыт, но все равно. Было, и потом звоню кандидату, потому что, ну, других нет, естественно, будут звонить, там, к тому же. Звоню, а он говорит, а вы никогда не ответили. И, как бы, это фейл, на самом деле, потому что ты понимаешь, что, как бы, оправдываться, затупило, это, конечно, все круто, но у кандидата осталось уже негативное впечатление. И вот это, это, конечно, ну, вот в маленьком городе надо максимально этого, тоже, как я сказала, у награды избегать. Так, конечно же, когда, вот картинка, о которой я говорила, когда мы сделали оффер кандидату, и он будет несколько дней продумать. Вот в таком состоянии, особенно на синей позиции, бывает, как идет, ты еще не хватает надписи, пожалуйста, прими оффер. Please accept. Потому что, просто, да, вот, ожидаем. Так, еще несколько кейсов по маленьким городам. И с чем, это, в принципе, с чем мы и сталкиваемся. Очень сложно искать синяя. И, как синяя, там, несколько человек, несколько компаний, мы их все знают, и знаем, что им интересно. Да, и не порожданы. Поэтому мы выходим из этого положения, мы растим своих. То есть метлов, мы, если видим, будем лидерские результаты, мы их поднимаем. Это классно для нас. Мы растем, потому что на те позиции, где, например, у Джонера, мы их обучаем. Но минус, нам иногда приходится так, ну, очень, не очень рассориться с заказчиком, потому что, когда мы снова, это, берем, действительно, на другой, а заказчику, там, предлагаем уже метлам, как бы, заказчик расстраивает. Но, тем не менее, мы так делаем, потому что нам важно расти, нам важно, как бы, как и прочие проекты и, как бы, расширяться. А по поводу синяя, как и архитекторов, у них очень-то ориентированность на амитрацию. Потому что, если они достигают на проекте, вот, своего уровня, они же все, что могли сделали, они получили опыт, и нам им нечего больше предложить, то, к сожалению, они смотрят на другие карлоны, на другие компании. Поэтому, как бы, да, они могут тронуться позже, но, как бы, у нас такой момент, да, у нас город, нам нечего им больше предложить, если бы у нас здесь нам нечего, то я, конечно, ничего себе на переезд. Так, как мне дать сотрудников хорошие чужие руки, пусть и очень хорошие. Это все рекрутеры Киева, да, и в общем-то. Да, это рекрутеры, такие пиранички, которые отходят уже в час, которые есть в Крыму. И мы, это наша компания с антишниками, которые максимально стараются делать все, что может сделать. Ну, как бы, это класс, скажем, то есть это то, что работает везде, то, что удерживает. Три причины момента – это интересные проекты, то есть кто-то раздабатывает реальные продукты, они знают, что это используется, что это сейчас, ну, то есть это не какое-то, что не будет использоваться. Это интересные задачи, там, какие-то новые технологии, вот работают и все. Ну, технологии еще не такие, кстати, но, может, я прошу, что работникам будет внимания на новые технологии. Да, но вот у нас с один из новыми технологиями спокойно с такой фишкой, что когда на проекте там закупили новую технологию, ну, в данном случае, там, это была типка, закупили новую технологию, то там у нас все вытекались, естественно, мы с синерами, мы настолько работали, потому что нам синер по полочкам раскладывают, и HR, и CTO, рассказывают, что эта фигня полная, что нам на этот проект вообще не подходит. Может, не посоветовали с ней, да, и с ними не посоветовали. Я не типка, ты меня полная, то есть. Да, 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 да. Я не знаю, что это не посоветовали, а не были основные фигнии. Нам клиент подсчитал. Что, штат? Да, у нас в парус, там, и вот наши синеры, они просто, ну, мы знаем, что наш синер один, который работает, разрабатывает там на проекте «Типка», он ходил уже на несколько собеседований. Но просто мы об этом знаем, мы с ним все время работаем, потому что на нем держится, ну, основная, для маленького города очень просто болезненный уход такого синера, потому что там чуть ли не может закрыться проект. Поэтому мы его успокаиваем, мы ему там что-то придумываем, другие сдачи, другие проекты, все, что можно, лишь бы только он, ну, вы, как-то не так болезненно принимал этот типка. Вот. Поэтому... Какое это движение, если вы подозрали? Ну, это заказ, что ты понимаешь, да, то есть он обрадовался, он заплатил деньги, да, потому что... Ну, и, конечно, дружественная атмосфера команде. Я как бы это указываю, потому что у нас, что позже скажут на примере, где не очень было дружественной атмосфери команды, и это явилось в месяц, в самом случае, ну, вторые, glaube-надо, два фактора было, в чем человек ушел. Его дружественная атмосфера, она повлияла, то есть была недружественная атмосфера. То есть это вот то, что приводит к движению сотрудника. Еще одна компания, тоже про удержание, это очень тоже разработка, это не совсем аутсорсинг, банковская сфера. И с чем у них была разработка, очень большая разработка в нашем городе, в Николаеве. У них, правда, не было реча, у них был очень большой отдел программистов, не столько всего там разрабатывали для клиентов. В один момент они начали раз, 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 практически там было дело, разошлось программистов. Причем разошлись по нашим компаниям города, ну не все там ехали, многие остались в Николаеве. И потом, когда они начали анализировать, теперь они поняли, что у них зарплата ниже рыночной. И когда они захотели, о, ну логично, давайте быстро поднимаемся зарплаты, ну огромнейшая контора, просто невероятная. И бюрократия, они очень долгое время, у них есть какое-нибудь время, ну очень много, ну, может быть, даже где-то год ушел на то, чтобы поднять зарплаты. Соответственно, это просто нереально, но это факт, и они подпекались разработчики. Они в попыхах обязательно брали жюнеров, таких вот студентов. Они брали очень много для того, чтобы потом уволить, то есть не знали, что больше половины они потом уволят. Но они набирали, то есть они массово там пытались найти, вот кто же, кто же, кто же будет вот самым таким вот будущим нашим потенциалом. Вот, то есть кто же вот с таким компаниям сталкивается. Плюс они потом взяли, как бы, HR, например, нашли. То есть человек, который все время занимается, работает, то есть персоналом, с поиском. Это тоже было одно. И они тоже такой организовали тренинговый центр, то есть не то, что проводят курсы по Java. То есть они когда опомнились, но, как бы, они очень небыстро реагировали на изменение рынка. И это такой минус. Буквально у рынка поступать нельзя. Так. Как не мониторить? То есть, в принципе, то, что я делаю, как бы, часто очень легко переманить программисты, потому что если раньше приходит человек в костюме, и мы понимаем, что это не то, да, например, пойдет на собеседование, например, если программист обычно джейксом, да, красотка в костюме. А сейчас это все скайп, это все решается на API, на гибком графике. Поэтому, на что мы обращаем внимание? Чтобы на всякий случай не учитывать. То есть это не day off. А на то, что люди приходят и просят day off у ручанника, то, в принципе, мы напрямую спрашиваем, а зачем тебе выходной? И, знаете, отвечают очень часто правду. Я думаю, что отечественники, действительно, такие очень честные ребята, они могут сказать так, как есть. Не очень любят, что выдумывают, придумывают. Инновременно там говорит человек, а я езжу на собеседование, я куплю киевскую компанию. Мне приложили сколько-то денег, и я езжу на собеседование. И мы его тогда пустим на собеседование, он съездил, и потом с ним уже разговаривали, то есть мы где-то... Что-то лифтолом. Мы с ним уже поговорили. Что-то мы упустили, значит, что-то тим-лидер пропустил. В том моменте он такой ключевой, это редкий специалист. И мы с ним поговорили, мы поняли зарплату, мы там поменяли график работы. То есть то, что именно ему не устраивало, почему он хотел уехать от нас. Ну, как бы, на том проекте весело, возможно, были звонки в 12 ночи, и сели давай на 3 часа, сейчас будем работать. Ну, у человека семья, дети. И как-то это все сходило-сходило, достигла точка такая. То есть все об этом знали, но никто об этом не обращал внимания. И когда только человек уже стал уходить, то она просто с честностью, он честно сказал, куда он едет. Ну, может быть, если бы мы не спросили, он бы не сказал. То есть обычно вот мы спрашиваем, и ребята говорят, иногда это бывает что-то личное, семейное, там, я хочу порешать свои вопросы, отработаю с флотом. То есть очень важно, если знать причины, почему человек делает этот день офф. Очень часто ко мне пишут, нас слышите, пожалуйста, на резюме? И я такая, ага, а зачем тебе резюме? Есть даже айтишник, если я хочу его подправить. Я хочу поменять резюме, добавить там новый какой-то курс, бла-бла-бла. А айтишники никогда ничего просто так не делают. Это что-то обязательно. Либо он будет, сейчас мы собеседуем, но он что-то делает. Чтобы это означало. Нет, у нас это другое дело. У нас, например, копий трудовой прочитаешь. Почему, если понятно, сразу открыт уже тут. Ага, копий трудовой. О, там, нет, там, для загородных паспорта, там, все с какой-то обеспечением, что-то. Ага. Это тоже, кстати, новое время надо. Очень важно. Да-да-да. То есть вот такие моменты, просто так, ну, зачем тебе резюме? Ты себе живешь, работаешь? Или ты, ну, зачем тебе трудовая книжка? Зачем тебе... На самом деле, для меня это сигнал. И несколько раз я такая быстренько пишу там своему руководителю. Я говорю, так, у меня такое красивое резюме. И потом, как бы, мы начинаем спрашивать этого человека. Он говорит, ну, я ради интереса, например, сходил в компанию, вот, посмотреть в другую Николаевскую компанию, что мне там предложат. На ней предложили такую-то зарплату. А я им сказала, ну, по какой-то перейду, не хочу. А вы на такой перейду, а вот такой не предложили. Вот. То есть, как бы, такой момент, вот эти вот такие, да, может, у вас какие-то есть свои вот тоже, вот что-то туда обращается. Очень часто просто в разговоре можешь понять тоже, ну, это просто, я говорю, ну, соблюдение. А вообще вот по разговору общий настрой. Это чувствуется, когда человек говорит о компании, о проекте, вот его энтузиаст, его ответственность, насколько она ответственно решает задачи. Когда его, например, просят поработать вверхурочно, он говорит, ну, типа, у меня там кино сегодня, ну, я пошел. То есть, и вот такой пофигизм, сопереживание, это очень-очень важный фактор. Это, я, например, это улавливаю, вот я с программистами, я вот, как бы, с ними посмотрю по этой комнате, и когда хожу, там, с другими половинками общаюсь. Но это про также эти виды еще. Они должны это очень сильно при себе внимание. То есть, как это работает, и вот этот вот общий настрой, как бы, это, это очень много значений действительно. То есть, если человек уже становится все по барабану, он перестает переживать за проект, он перестает, то тогда, это очень важный момент, надо разговаривать уже, надо узнавать, что не так, что менять. Потому что есть у нас, ну, мы не можем себе позволить такую роскошь, как отпустить и взять нового. Мы должны все поддерживать. Да, поддерживать. Если можно, я оставлю свои пять копеек. Просто буквально недавно, интересный был опыт. Мне кажется, он может быть полезен в плане удержания сотрудников. У нас компания очень маленькая, там, в плане у нас человек. Тоже сейчас расширяемся, строим такую компанию по подбору. Суть в том, что моей идеей было поговорить с сотрудниками, со всеми наедине, просто как бы подай идею, как бы ты рекрутил, на что бы ты обратил внимание, если бы тебя хайлили. И в процессе этого разговора, как бы, выявили, в том числе, лояльность компании у других людей. Хотя этот разговор был просто, ну, на самом деле, изначально цель была именно такая, что, может быть, какие-то у кого-то есть идеи. Вот. Но в итоге мы выявили, да, что у одного сотрудника у него очень высокая лояльность и что-то ему не нравится. То есть он сказал, что вот, хотя бы вот так. Того-то всего-то, того-то больше. То есть, в принципе, это тоже как инструмент. А какие вопросы задавали? То есть вот как-то как? Ну вот, постановка была такая, что мы сейчас будем искать, подбирать новых сотрудников. На что бы ты обратил внимание, если бы тебя хайлилили, да? А также, что мы можем сделать, чтобы там привлекать новых сотрудников? То есть, что заявить, что сказать? И как бы вот это помогло. Хотя цели не было, но результат получился. Я думаю, что, в принципе, если есть какие-то сомнения по поводу каких-то сотрудников, можно такую небольшую компанию устроить именно с целью заявления лояльности. Да, спасибо, очень хорошая идея, да. Так, ну и готовиться, а цели будут непосредственно... То есть он палит очень сильно, да, и люди, которые руководят проектом. Так, а кто будет, кто будет, кроме риска? То есть такого мы переживаем. То ребят, у которых есть семья. И купленная квартира, недавно это два. Желательно в кредит, да? Ещё в кредит, это в компании, да? Золотые там мужчинки. Да, то есть если есть семья, есть дети маленькие, они не переедут. То есть максимум они могут уйти в другой компании города. Если мы знаем, что у нас выше зарплата, чем в той компании и в других компаниях, мы спокойны. Знаете, было когда-то, что такое не работало? Была семья, недавно купленная квартира, и ребёнок по ночам орал и не работали? Нет, не было. У нас такое было. Да? Семья даже не держала, но всё равно с семьёй и бельёхом в Москву. Открылся к ним заложку. Да, хорошо, и мне тоже хотелось. А, то есть детей не было, да? А вы? Ребёнок, а не сможете купить. Почему? Ничего, ничего, ничего. Да, но, в частности, наши квартиры не было. Наши квартиры не было. То есть если вы знаете, что ребят покупают квартиры, мы очень радуемся на них, естественно. С вами не болят причины, да? С вами не болят причины, да? С вами не болят причины, да? Так, любимая хобби и тусовка. Если она есть, это тоже очень классно. То есть вот та жизнь, которая есть в моей компании, и вот то, как бы, хобби, которым человек занимается. Ну, в нашем случае у нас есть, ну, например, там горные походы всякие, ребят занимаются. Как бы, это очень много значит. Я не знаю, что в этом городе, как бы, это тоже их будет удерживать. То есть это такой фактор, когда, ну, это очень значимое для них хобби, естественно. И она здесь есть, то мы тоже это принимаем во внимание. Получение захода совпала с ожиданием. Это очень приятно узнавать. То есть, когда мы планово повышаем зарплату, там, например, раз в полгода, и мы потом знаем, что человек просто счастлив. Он говорит, да, это то, что я хотела, это то, что, ну, это круто. Мы спокойно на ближайшие полгода. А сколько сотрудники в компании переоценят, насколько они больше получают, чем добавки на рынке? Не очень много. Может быть, где-то 200 на 300 долларов. Потому что с Киевом у нас есть разница. А по городу вот этот вот запас, он нам дает, ну, где-то, наверное, 300 долларов. Ну, там зависит от разных специалистов, но он нам дает такую штуку, что он на меньше уже не пойдет, естественно. А повышение зарплаты идет всем сотрудникам на одинаковую сумму или уже проводить оценку? Мы планово оценку не проводим, то есть такую, знаете, глобальную. Мы не проводим по компании. Мы лично, ну, мы просто очень маленькие, 55 человек. Мы можем позволить себе лично и с тем видом, и с сетей общаться. Мы принимаем во внимание то, как человек работает, как он перформит. То есть иногда можно и три раза, и четыре повысить зарплату, то есть он офигенно работает просто и ведет на проект к прибыли. Сколько он уже у нас работает, тоже для нас это важно. То есть если там к нам студенты пришли, то мы, например, повысим на больше, тот тоже дольше с нами, то есть это просто, ну, за лояльность. Вот. И как бы так вот лично общаемся, и раз в полгода они знают, что, в принципе, будет повышение зарплаты, у него может быть. То есть он же прибыль? То есть здесь не дает полприз, там не удастся спалить? Мы разговариваем, но это такие моменты, когда заказчик не дает добро, очень такие сложные, потому что приходится искать какие-то варианты, если пообещали повышать, надо повышать уже. То есть ко мне приходят ребята, они знают, что должен повысить зарплат, например, летом было. Они приходят и говорят, ну что, ну как… Да, да. Они приходят и говорят, ну что, и я им должна донести, что все в порядке, оно будет. И может еще все сказать… То есть как бы они знают, и они еще могут сказать, так, чтобы подстегнуть компанию, они могут сказать, а вот мне, например, в соседнюю компанию звали, надо такую-то зарплату. И так, что… Нет, это шантаж, это не должно. Мы такие думаем, ага… То есть мы это тоже принимаем во внимание обязательно. То есть если та компания готова предложить этому сотруднику, как бы столько денег, то… Да, может быть это шантаж. У нас это очень не будет использоваться. Да? У нас не часто это используют. Но на это уже не хочу спрашивать. Ну, у нас просто не часто используют, поэтому, если что, мы просто принимаем во внимание. А может еще последний вопрос, во сколько повышается? Ну да, примерно в процессе. Хотя бы примерно в процессе. Ой, если честно, я прям так с зарплатами не общаюсь. Ну у вас нет… Ну считается, например, что меньше 15% повышения зарплаты не ищут на предстояниках. Ну, а на мультируете как? Знаете, не скажу. Я, к сожалению, на зарплату не буду про повышение. Я просто знаю, что повышают. И потом я выясняю. А вот именно процентом, вот у нас больше финансовой части, я вот и занимаюсь. Поэтому вот здесь не скажу. Так. У нас касаемый статус. Тоже вне зоны иска. Если студент верьте, четвертый данный. Пятый курс. То есть в случае последний курс мы спокойны. Он будет работать до того, как он… Ну вот, где-то. Ненавережный диплом. Единственный случай, когда у нас уехал без написания диплома. Все остальные ребята… У нас очень много студентов работали. Там с третьего курса. Там четыре года. И до того, как они уехали, мне на все припомнили. Никто даже вообще никого не смотрел. Потом мы начали уже так активненько с ними работать. С удержанием. То есть мы выясняли их мотивацию дальше. Потому что когда они заканчивали, у них все, все. Они открыты. С предложением. Так. А как у них тоже принесли быть? Любовь и человек в другом городе. Ну, тут как бы чего бы раньше. Да. Любовь нам приятнее, к сожалению. Поэтому приезжают. Были такие случаи. Нравится просто какой-то город. Но человек всю жизнь не стал, например, жить во Львове. Он туда и поедет, если ему очень нравится атмосфера, они не нравятся. Он здесь. Доставка в этот проект. Вот этот пример, который мы делали по администрации сняла в нашей команде. У нас был очень сложный проект, который, на самом деле, еще и есть. У меня писала сама. Очень сложный проект. У нас как бы 12-ая часть. И если вдруг ограничено что-то сделать, то люди просто потеряют наши очень влияния. Они потеряют очень большие деньги. Они потеряют машины, квартиры. Они не потеряют. Поэтому проект такой, что если надо, они будут работать. Мы сидели всю ночь и ненормированные просто. Их годы действительно очень много. Поэтому, оказывается, что человек, что сам проект достал и очень сильно троллили в команде. Вот мы от на него не упустили, а кто тролль? А тролли, где с 7 человеком рожды, тролли, наверное, человека 3. То есть половина. И человек не смог отвечать по этому же тролли, он обижался очень сильно. То есть если троллили все в каждом городе. Троллят всех, троллят друг друга. Лидеры троллят, 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 они троллят всех и все отвечают хе-хе-ха-ха, а этот человек не смог выдержать и настолько, ну, честно, просто стролли и вот эти две причины, то есть сам проект, и мы, к сожалению, не смогли ничего другого предложить ему, другой проект, поэтому он уехал, достаточно хороший разработчик был, вот, поэтому тоже это фактор, который принудил. Ну, хорошие для вас, а не хорошие для него. Троллики не просто таки. Ну, да, для нас это как бы заказчика нашего, как бы, да. Ну, бывает просто заклевываю человека, потому что, ну, что тогда, просто, ну, там такие ребята. Ну, бывают такие программисты, звезды выводные, начинают всех учить, и пока пищи дома, как говорят, то есть он пришел, лапил крутой, значит, ты ведь так, и это, и это, и это, и всякая. Да, еще это все в таком ресурсе, юморе может быть, вот. Вот, и что еще, да, и вот что еще общее, насколько неформальные лидеры, мы с этим работаем, потому что в каждой комнате у нас есть, ну, в офисе, да, на этаже, и в каждой комнате есть человек, который, лидер мнений, к нему прислушивается, к этой ситуации, компания, что такое поведение, а что он скажет, а вот что он скажет, и мы будем тоже так вот там, мы поддержим. Вот эти лидеры, это маркетинговые термины, лидер мнений, но вот эти неформальные лидеры, они, если только, они начинают жаловаться, как наш синяя жаловатся на типка, вся там команда, знала, что типка плохой, заказчик плохой, мы начали работать с этим лидером, потому что надо менять. Если только вся комната думает, там, 10 человек, что все плохо, это же у них подсознание, то есть все эти, как бы, шутки какие-то, поэтому, кстати, мы сразу работаем с неформальными лидерами, мы уже с ними, мы их нас перенастраиваемые, то есть уже объясняем, как-то выясняем, что, потому что, когда, это очень важно, мы за каждым лидером в комнате мы следим, то есть мы знаем, что он думает, что он говорит другим ребятам. Так, вот, да, такой гемотик, это HR, потому что общаться, общаться и общаться, общение дает, ну, практически все, то есть в общении мы выясняем. Я общаюсь с ребятами обо всем, о хобби, увлечениях, все, что им интересно, тем самым, во-первых, я узнаю, как бы, мне действительно интересно это, то есть я узнаю людей, для работы мне это помогает в том, что я узнаю их мотивацию, и вообще узнаю, как бы, что они за люди, и когда получается, соединяя их мотивация, это очень классно, природная скорость программистов, и не общительность, они не берут соседнюю обувь, спрашивают, а кто еще видит эти походы по горам, кому еще нравится, фигурное катание, что-то еще, вот, и поэтому это очень классно работает, и это вот помогает здорово, и доберетельное отношение с кандидатами. Также спрашиваю не только личной жизни, еще спрашиваю о проекте, команде, об актуальности технологий, то, что они могут своими людьми рассказать, то есть встречи one-to-one, они могут рассказать их чару, потому что они меня не ассоциируют, как с человеком, который у них начальник на проекте, и это очень много этой информации, и когда, например, у нас программист говорит, весь тем этот флекс работает, я получил бэкэндом с Java IDE работать, и Nail он очень долго, и когда, как бы я это узнала, тем лидер даже не подозревал, что ему будет интересно, ну, как будто он боится сказать его, и мы как бы стали менять, то есть вот эти моменты, они сам очень важны. Про, вам уже сказала, то есть про профессиональную информацию, когда у нас сетё выясняет, что человек дальше хочет, какие мы планы, будем строить какую-то карьерную лестницу, какой-то карьерный план, чтобы человек, что понимал, к чему он стремится, что он будет, что за ближайший год, например, вот, ну, соответственно, слушаем, меняем, улучшаем, то есть, как бы, чтобы не должно пройти зря, то есть, если люди чем-то недовольны, они это сказали, надо это принять во внимание, и что делать, вот, то есть, как бы, у нас такой вот ретяк, который сейчас слушает. Так, вот, посмотрите, прекрасно, вот, картинки, вот, создаем вот такую душевность, мы не очень большие, можем себе позволить, роскошь, которая поднимает расстояние, будет такой момент, когда постоянно в кофе-машине не было кофе, ну, вот, как-то выпивали очень много, мы разносили такого северка, когда мы говорили, что значит, что у нас нет кофе, то есть, ребята просто подходили и улыбались, то есть, это могло быть недовольство, потому что было недовольство, то есть, блин, нет кофе, какого и... Язык дальше пошел, какого у нас нет кофе, это, естественно, вызывает недовольство. Когда мы разносили этого в северка, естественно, мы закупили кофе, но это улыбает, и это классно. Вот какие-то такие картинки, я стараюсь тоже менять все время что-то, чтобы ребятам было приятно просто посмотреть. Поздравляем с днем рождения! Ориентируемся на предметного человека. А так как я с ним общаюсь, я знаю, что, ну, много каждому человеку, кто-то любит готовить, кто-то все время голодный, и он тырит печеньки у другого человека, и... Одна мой сень в подарите, второму пьешь все разу! Вот, поэтому мы, когда поздравляем с днем рождения, мы ориентируемся на каждого человека. Мы в членах желаем, например, чтобы Бог был не голодный, ну, кроме профессиональных целей. Вот, то есть, вот это очень важные штуки, это улыбает всех веков, действительно улыбает всех веков, которые читают поздравления, и это приятный человек, Боже, какая красавица, я бы не знаю, это так, это так, что там? Поездка. Да, это так приятно, вот, это действительно классно, это очень позитивно влияет в компании. И удивляем, поездками, какие-то Тимбилл-гин-гин-гин-гин-ису, и ролочный парк, квадроцик, бандитарки, все что угодно. То есть, с фантазией Чарльз здесь работает, конечно, вообще, напомню, аквапарк, рафтинг. Пейнбол. Пейнбол? Ну да, мы больше стараемся что-то такое выдумывать. А можно и обучать? Последний слайд, аквапарк, это просто кандидаты это чувствуют. Когда так есть, когда ты чувствуешь свою работу, получаешь достойную любовь с тобой, как ты делаешь, и ты, впрочем, не увлечаешь. Это классно. Любить людей, заботу, желание помочь, заботу, увлечать в маленькой компании, это очень классно. Умение слушать, искренность, чувство юмора, опознать информацию, то есть не отставать в жизни. Не проходить мину, сотрудник не для шутки, да? У нас сегодня все еще не только, но и на фитбэ, это настроенный бэк. Да, да, настроенный бэк. Ну то есть понимать, что сейчас такие настроения, что происходит, какие лени, и конечно в маленьком городе приходится обязательно сгонять, в поиске, где найти, что сделать, как их удержать, как что-то еще придумать. Обязательно делать все с настроением. Если нет настроения, кандидату лучше не звонить. Никогда. А это часто, когда вы знаете, да. Мне с таким настроением не пользуется. Я смотрю, что такое смело. Ну, продолжу. Спасибо. Спасибо.